Имя Алексея Леонова знает весь мир. Участник первого отряда космонавтов, советский космонавт с порядковым номером 11, первый человек в открытом космосе. Алексей Леонов совершил два космических полета общей продолжительностью 7 суток 33 минуты. Первый полет на корабле «Восход-2» состоялся 18-19 марта 1965 года. Командир Павел Беляев, Леонов – второй пилот. 18 марта Леонов впервые в истории мировой космонавтики вышел в открытый космос. Ему пришлось проявить исключительное мужество внештатной ситуации, когда раздувшийся скафандр препятствовал его возвращению в космический корабль. Спустя 10 лет, 15-21 июля 1975 года, Алексей Леонов в качестве командира экипажа корабля «Союз-19» участвовал в первой международной стыковке с американским кораблем «Аполлон-18». Алексей Архипович Леонов – дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. А для жителей Щелковского края он не только легенда отечественной и мировой космонавтики. Алексей Архипович – наш земляк. Юрий Гагарин и его последователи готовили свои полеты на Щелковской земле. Летом 1960 года Леонов в составе 20 участников первого отряда космонавтов прибыл в специально построенный и оборудованный центр подготовки в поселок «Зеленый» рядом с городом Щелково, который позже стал звездным городком. Так что, немного перефразируя слова поэта Ивана Рудакова, можно сказать, что прямо из Щелкова в космос Леонов шагнул. Алексей Леонов с тех пор так и жил здесь, в звездном городке, в деревне Леониха. Он принимал участие во всех значимых мероприятиях, как в звездном, так и в Щелкове. И никогда не уставал повторять, что мы здешние, щелковские. Самая первая группа, где был Гагарин, Горбатко, я, Попович Николаев, это был 59-й год. И вот с тех пор мы являемся щелковцами. И я был даже депутатом Щелковского райсовета одно время. Уже в 60-м году мы поняли, что вся наша жизнь будет связана со Щелковским районом. Алексей Леонов неоднократно участвовал в съемках на Щелковском телевидении. В программах вдохновения, диалог, такие разные люди. Он был человеком широчайшего кругозора, мог поддержать разговор на абсолютно любую тему. А кроме того, человек очень творческий, получивший признание и как художник. Сегодня, 11 октября 2019 года, после тяжелой болезни, оборвалась жизнь Алексея Архиповича Леонова. Ему было 85 лет. Как сообщается на лентах информагентств, церемония прощания состоится 15 октября в 11 часов на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Там же Алексей Леонов и будет похоронен. Светлая память вам, Архипович. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.